Задача программы такая, чтобы город сделать диверсификацию экономики, он ушел от мононаправленности. Не зависел от одного субъекта промышленного, от городообразующего предприятия. Мы большой пакет туда дали инструментов, но самое главное это развитие МСБ. Там оно идет буквально по шести направлениям. Мы заставляем Акимов думать, в первую очередь вся нагрузка ложится на них. Тем более в большинстве своем это люди, которые этим городам отдали много лет жизни. Прекрасно знают историю этого города, инфраструктуру, проблемы. И сейчас во всех городах идет программа создания якорных проектов. Это не менее 100 рабочих мест, крупное производство. Многие из них уже работают. Второе, создание системообразующими компаниями вспомогательных производств в этих городах. Нацкомпаниями, городообразующими предприятиями создания вспомогательных производств. Восстановление прежней специализации в городах. Вот Харата уже на ТАС. Туда сейчас Еврохим заходит. Это будет крупнейшее производство. Это стратегический инвестор. Жесказган, Аркалык, это снятие тупиковости. Железная дорога туда придет. Реальная работа в этом направлении. И конечно развитие малого и среднего бизнеса. Там просто беспрецедентный пакет идет. Субсидирование в моногородах, если по всему Казахстану по дорожной карте бизнеса 10%, то 7%, в моногородах 10%. Скажем, ты берешь в банке кредит по 12%, ну скажем, в Сбербанке. 10% тебя субсидирует государство, по 2% тебе обходится кредит бизнесмену. И мы убрали отраслевые ограничения. Если в дорожную карту ты с торговлей не зайдешь, то здесь, пожалуйста, и торговлю мы субсидируем. Гранты безвозмездные и безвозвратные на создание новых производств до 3 миллионов тенге в моногородах. Партнерские программы сейчас заключаются. Крупные предприятия делают партнерские программы вместе с Акиматом и ассоциациями бизнеса. Для того, чтобы бизнес вовлечь в свои поставки. Большой пакет. Обучение. Третье направление программы моногородов. Переезд с городов с низким потенциалом в точке роста. Ну и четвертое это развитие инфраструктуры. Туда тоже очень большие. Мы в этом году предусмотрели на развитие моногородов 34 миллиарда. Вообще за 3 года планируется выделить 120 миллиардов тенге. Естественно, есть трудности сейчас экономические. Какие-то, допустим, по инфраструктуре, может быть, в этом году дадим чуть меньше. Но в любом случае, моногорода эти деньги получит. Наша задача выявить факторы, благодаря которым город бы стал интересен для людей. Понимаете? Вот, скажем, город-туристический центр. Город-крупный транспортный узел. Город-индустриальный центр. Или город для отдыха. Или, скажем, город-история. Город, где жили великие люди. Вот малые города, Щучинск, Сарагаш, Каркаралы. Уже сейчас они будут развиваться как туристические. Вот концепция развития туристической отрасли. Все вот эти вещи взаимосвязаны. Допустим, мы сейчас в рамках программы, глава государства тоже дал поручение разработать программу развития малых городов. Мы рассматриваем так называемый концепт маркетинг территории. Мы брендируем малые города. Но есть малые города и моногорода, которые находятся в зоне влияния агломерации, попадают в ее захрону. То есть они будут развиваться не только в рамках программы развития малых и моногородов, а еще в рамках программы развития агломерации.